да да мне повезло короче и я смог прикоснуться к next гену это великая playstation 5 вы наверное не уже все знаете потому что с момента выхода прошло достаточно много времени особенно по меркам интернет на ю тубе уже полно обзоров тестов сравнений распаковок а некоторые счастливчики и вовсе лично тестируют заветную консоль у себя дома зато сейчас хайп поутих я поюзал приставку несколько недель и мне тоже хочется поделиться впечатлениями все-таки выход нового поколения это целое событие поговорю о том как работает что изменилось и какая на вкус стартовая линейка игр но для начала про дизайн эту тему понятное дело уже давно все переживали но блин она очень красивая к сожалению я склонен думать что камера не в состоянии этого передать я не был фанатом ее внешности так как мне по душе что-то минималистичное и аккуратное но поставив ее на стол мое мнение кардинально изменилось затем я попытался ее отфоткать почему бы и нет и какой бы ракурс я не выбрал все равно в камере она смотрелась ну не так ее нужно оценивать в живую консоль из-за своих форм и размера просто моментально приковывает к себе внимание кто бы не пришел к вам в гости он сразу ее заметит хотя если ставить ее вертикально и повернуть боком со стороны она выглядит как однотонный белый лист а3 это если вы не желаете акцентировать на нее внимание но sony явно хотели чтобы она выделялась собирала взгляды и можно сказать светилась на фоне вашей квартиры и им она светится аккуратная диодная подсветка очерчивает внутренние грани и сигнализирует о режиме работы это мне нравилось на 4 плойки и тут на это сделан больший акцент ну ладно хватит наверное про дизайн это я просто не могу и налюбоваться пора уже наконец-то ее включить я тоже сделал вот и посмотреть что тут вот тут изменилось при активации нас встречает обновленные в то же время такой знакомый интерфейс заглавная тема сменилась с абстрактного градиента на приятную симуляцию частиц когда мы заходим на свой аккаунт приставка сразу же дает понять на что делает основной упор на игры во-первых главный экран расчистили от отвлекающих факторов мультимедийным приложением таким как netflix или youtube выделили отдельный раздел в который легко можно зайти сразу же из главного экрана во-вторых если навестись на игру мы сразу же попадаем в игровой центр на весь экран открывается обложка и включается соответствующая музыка все вы готовы только нажмите play там же можно посмотреть инфу о проекте новости дополнения призы и так далее но как они реализовали ps тор это вообще аплодисменты достаточно просто выделить иконку все вы в магазине никаких подгрузок и бесконечного ожидания все внутренние программы работают также быстро ps плюс библиотека достаточно просто выбрать нужное приложение и спуститься вниз белиссимо вообще новый интерфейс стал гораздо понятнее и удобнее по нему легче ориентироваться и все необходимое сразу под рукой настройки системы не претерпели особых изменений в целом если у вас была ps4 вы легко разберетесь что к чему но больше всего мне понравилось что они сделали с центром управления теперь он открывается по нажатию на кнопку домой и взаимодействовать с ним гораздо удобнее панель выезжает снизу поверх игры не ставя ее на паузу и предоставляет множество полезных функций например видно заряд контроллера оттуда же можно сразу перейти в раздел его настроек аналогичная история со звуком и микрофоном там же можно почитать уведомления проверить загрузки посмотреть друзей в сети и зайти в тусовку появился переключатель позволяющий моментально запустить недавние игры в целом взаимодействия с игровым центром очень приятно что и влияет на положительные итоговые экспириенс когда вы не в игре вам покажут новости или последней активности а запустив его во время прохождения можно посмотреть советы от разработчиков и подробную информацию о всех доступных наградах но главное там пишут где их получить что нужно для этого сделать и можно прям сразу загрузиться на нужный уровень вроде простая но очень полезная фича и дальше расскажу почему еще от себя отмечу что sony доработали функции кнопки share теперь делать скейнкасты игр стало еще удобнее ведь появилась индикация записи игры все свои обзоры я делаю через эту фичу и иногда не было понятно пишу я сейчас геймплей или нет плюс сразу можно выбрать разрешение записи и даже формат за это однозначно уважение работоспособность приставки меня обычного юзера полностью устроила консоль делала все что я от нее просил причем без оговорок без раздумий и прошу заметить что практически во всех случаях абсолютно бесшумно не вижу смысла дублировать тех спеки консолей которые всем были известны еще в начале года да и я явно неуполномочен восхищаться инженерным гением японцев сами понимаете разговор об истинном значении терафлопсов может затянуться надолго просто давайте вспомним вторую часть last of us и насколько она красивая в графическом плане а теперь вспомним что она выходила на прошлое поколение так что страшно представить что будет на пятой плойке еще и с рейтрейсингом на самом деле мне кажется что современные игры практически достигли совершенства потому что вон у нас библиотеках уже полно просто красивейших тайтлов с практически фотореалистичной картинкой сейчас чтобы подарить новый экспириенс недостаточно божественной графики и текстур с высоким разрешением нужно что-то иное sony это понимали поэтому на свет и появился геймпад dual sense и как по мне это самое важное нововведение пятой плойки и пускай с экранов вам он кажется более громоздким но на самом деле это не так по габаритам он плюс минус такой же как и четвертый dual shock да он увесистее а форма местами стала более обтекаемой а местами наоборот грубой но положив их рядом можно заметить что они очень схожи новенький конечно обзавелся более красивой кнопкой home портом type-c для зарядки и кнопка отключения микрофона а еще убрали подсветку на боковой части которая была не особо нужна но ответ чем он так хорош кроется в названии контроллер заставляет вас чувствовать и это не просто вибрация технология хаптик фидбэк благодаря так сильной обратной связи в состоянии вывести игровой экспириенс на новый уровень звучит пафосно но это так геймпад не просто вибрирует он в состоянии имитировать чувство взаимодействия с тем или иным объектом чтобы вы сразу поняли как это работает на устройстве есть предустановленная игра astros playroom она вас сразу познакомит с прелестями нового контроллера вот пример играя в астро можно ощутить что ты перемещаешься по разному типу полового покрытия конечно и динамик в контроллере издает соответствующие звуки но не только он тут способствует погружению перемещаясь по грязи ты чувствуешь что тебе сложно идти и что-то вязкое тянет тебя вниз когда на экране дождь что-то внутри тарабанит в разных местах словно капли бьются поверхность геймпада короче это очень сложно описать гайз это нужно попробовать и прочувствовать самому та же история с адаптивными курками теперь они в состоянии сопротивляться нажатием чтобы передать в тот или иной объект которому нужно приложить силу например в том же astro когда нужно что-то потянуть или нажать курки оказывают ощутимое сопротивление и это это прекрасно в шутерах это вообще незаменимая вещь ведь так виртуальные стволы становятся более реальными и вроде это мелочь но стоит хоть раз попробовать вернуться на старый геймпад и уже сложно воспринимать игру без этого короче технология крутая я очень надеюсь что ее будут учитывать при разработке игр кстати и о них мне тоже есть что рассказать для начала сравним работу игр с ps4 установленных на пятерку как вы знаете у консоли есть обратная совместимость ps4 а значит покупая новую приставку вам будет во что поиграть это я еще молчу про ps плюс коллекшн в которой вам сразу дают кучу топовых игр старого поколения совершенно бесплатно и так для теста я выбрал outer world так как это последнее во что играл на четвертой прошке и тут в целом без изменений разве что загрузки стали покороче и игра идет плавнее это неудивительно ведь она затачивалась под другое поколение и скоростном ssd была не готова интереснее дела обстоят с третьим бордерлендсом ведь разрабы выкатили бесплатный апдейт под новое поколение если вы играли то знаете что загрузочные экраны тут утомительные на пятой плойке они к сожалению полностью не исчезли но стали значительно быстрее да и borderlands 3 был оптимизирован ну не лучшим образом но на пятой плойке идет гораздо лучше а еще поддержку тактильной отдачи завезли так что было где заценить новые триггеры переходим к некст гену и тут я обмолвюсь парочкой словечек про стартовую линейку игр и так кто-то услышал что я не люблю проекты souls серии из-за их выдающейся хардкорности и решил сделать ремейк игры которая всю эту серию запустила demon souls но возможно это шанс проникнуться этой серии и полюбить ее думал я нет у меня у меня не вышло это боль сплошная боль ненависть и отчаяние в квадрате если что это мое мнение и мне за него не стыдно называйте меня слабаком неудачником не true геймером но мне на это все равно я прихожу в игры чтобы отдохнуть погрузиться в другие миры стать тем кем я никогда не стану а побыть хрупким чуваком который умирает от одной тычки я и в реальном мире могу справедливости ради скажу что забрасывать я ее не собираюсь ведь все-таки есть мне что-то что скрывается за этой злостью к игроку когда у тебя все получается ты идешь вперед опытно уничтожая врагов и доходишь до босса есть в этом чувство удовлетворения но вот он тебя убивает и ты на азарте начинаешь все сначала вот сейчас у меня все выйдет он убивает тебя снова и снова и теперь все игра окончена окончена что теперь будем делать что будем делать может разведем костер споем пару песен а короче говоря этот мост я его просто ненавижу я бегал по нему на протяжении двух дней это были просто адские выходные но я победил рыцаря башни но если бы не быстрые загрузки честно говоря сомневаюсь чтобы меня хватило надолго еще как и говорил мне тут пригодился и помог новый функционал я посмотрел советы от разработчиков и узнал что можно подняться и убить лучников тогда схватка с боссом становится проще работает игра хорошо что очень важно ведь тут каждая секунда на счету любое провисание может стоить вам жизнь за что игру однозначно можно похвалить так это за визуал diamond souls очень сильный и красивый проект каждая карта пронизана отчаянием и безысходностью какой-то нетущую атмосферу старательно выстраивают узкие коридоры обветшалые разваливающиеся фасады замков и подземелий локации по которым мы путешествуем пестрят мелкими деталями что вовлекает себя в процесс и несмотря на всю враждебность окружения их хочется исследовать за арт дизайн короче можно смело ставить десятку очень круто стоит только загрузиться на уровень сразу понимаешь что тут тебя все хочет убить так что будь аккуратен еще мне понравилась многопользовательская составляющая разные игроки могут оставлять послание например предупредить об опасности или наоборот сказать где можно перевести дух есть кровавые следы прикоснувшись которым можно увидеть где игрок умер тоже полезно чтобы не делать глупости и это только малая часть кооперативной составляющей diamond souls но я решил что в этом незнакомом и скажем так недружелюбном мире где я ничего не понимаю лучше никому в игру не лезть их себе тоже не звать но если учитывать насколько сильно у меня горели руки от хардкора я могу сказать что ремейк однозначно удался к тому же потенциал dual sense diamond souls отлично раскрывает как по мне например тетиву лука натягивать интересней с адаптивным курком когда обмакиваешь меч смолой он начинает гореть и ты чувствуешь словно у тебя в руках действительно пламя который развивается на ветру промазав мечом и ударив камень ты ты ощущаешь этот удар и понимаешь что ты блин вообще-то олень затупил оружие а точильного камня нет и душ нет поэтому не идет дамага и короче я пошел я пошел в сок бой как хорошо милый уютный сайт скроллер то что нужно после diamond souls приятная музыка мультяшная графика и интересные испытания идеально чтобы отдохнуть от этой от этой жести играем мы за сок боя что логично персонажа вселенной little big planet визуальный стиль проекта покорил мое сердечко она она настолько душевная бегая по уровням я наслаждался красотой и тем с каким же креативом разработчики подошли к созданию мира хотя игра в целом правоображения так что тут нечему удивляться карты переполнены мелкими но такими важными деталями это просто услада для глаз так и искал туда-сюда diamond souls сек бой сек бой diamond souls надо как-то было знаете сбалансировать эмоции игра конечно бросает вызов не надо думать что все легко просто они не сопоставимы сами понимаете даже боссы есть правда они они не такие опасные скажем так но если совсем туго с нервами можно и вовсе залететь в бакснекс и ловить жуконямок там прям вообще чил плюс обе игры пользуются возможностями dual sense чтобы сразу передать преимущество новинки играются обе очень плавно и загрузки между уровнями просто мгновенные ну в бакснекс понятно графика там условное но вот сек бой хоть и мультяшной но весьма технологичный но чтобы прочувствовать и сравнить что такое настоящая мощь я поиграл и в майлза морали за установил две версии для разных пловек и поначалу скажем так их было очень сложно отличить а разности в лоб говорила только отсутствие тактильной отдачи геймпада ну вот сами посмотрите на примере скажите заметили ли вы отличие кто-то же но потом я несколько раз умер увидел быстрый экран загрузки подумал оу это реально быстро ps5 тащит но это была версия для четверки и тогда я еще не знал что такое реальная скорость просто посмотрите как загрузка происходит на версии для новой консоли думаю слово мгновенно отлично описывает происходящее по картинке тоже никаких особых различий я не заметил пока не зашел в настройки не увидел что параметры графики стоят в режиме быстродействия тайтлы вышедшие на ps5 дают возможность выбора или играть с максимальной скоростью или с максимально качественной картинкой в чем разница покажу на примере да если включить настройку изображение эйки эй качество тогда мы получим все навороты в виде трассировки лучей улучшенной работы со светом частицами и при этом лог в 30 кадров в секунду но тут можно понять разработчиков технология сложная и очень затратная для любого железа на старте лучше быть с ней аккуратным да и согласитесь потенциал консоли только предстоит раскрыть ведь ей всего всего месяц и буквально на днях для моралиса вышел апдейт который добавляет третий режим он позволяет оставить современные навороты но снижает разрешение и честно как бы я с этим не экспериментировал сказать что это сильно влияет на общий experience я не скажу игра как была красивой так ею и осталось да если играть при 60 кадрах и резко включить 30 разница в работе заметно но если отойти выпить чаю и продолжить все диссонанс пропадает игра работает как и должна да и без всех наворотов паучок как ни крути очень красивый новогодний нью-йорк это то что нужно в декабре ведь праздничное настроение пора уже доставать из недр печали и тоски а тут снежок украшение и все это ярко насыщенно плавно и в 4к геймплей на же новый паучок это фактически то же самое что и версия 2018 года да у майлза есть несколько своих эксклюзивных фич но ядро остается тем же и я совершенно не против ведь в названии игры не стоит цифра 2 это чистое сюжетное приключение еще одного паучка за прохождением которого можно скоротать несколько вечерков но если вы еще вообще не успели сыграть в оригинальную игру лучше взять полное издание в которое входит и майлз и ремастер версия предшественника со всеми dlc ultimate experience одним словом по итогу стартовая линейка игр на плойке как по мне добротная кто бы что не говорил тут вам и хардкор в виде diamond souls и лайтовая милая сек бой и паучок который подойдет всем какого-то конкретного шутера конечно нет хотя тоже новая очередная call of duty имеет версию для 5 плойки так что как бы почему бы и нет а так сами понимаете библиотека будет дальше только пополняться поэтому будущее вырисовывается очень интересное повязав новую консоль sony я точно могу сказать что у нее есть все шансы захватить лидерство и в новом поколении приставок казалось бы стоит закончить какими-то пафосными словами но зачем сотый раз сказать что она красивая мощная не вижу смысла есть лишь один факт это то на чем мы будем играть на протяжении следующих лет так что заканчивать нет у playstation 5 еще все впереди и мы с ней явно не прощаемся надеюсь я вас сегодня не сильно утомил если ролик каким-то чудом был для вас полезным то вы знаете что нужно сделать лайк подписка в общем что вам рассказываю увидимся услышимся пока